Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидий. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Ну что, наша целебная кулинария... Начинается! Танюша, я вижу, что тут крупа, перец болгарский, огурцы, лук, даже тархун есть. Да, здесь очень много зелени любимой, тархун я тоже очень люблю. И самое главное, здесь крупа, которая называется кускус, ну или кускус. Очень интересная штучка, она пришла к нам с Востока и уже так серьезно входит во многие дома. У меня очень многие знакомые ее готовят. Что такое кускус? Это манная крупа, перетертая, не перетертая, а обваленная в муке. Вот что такое кускус. Крупа? Да, манная крупа. А, ее надо перетереть, обвалять еще. Да, обвалять в муке. А еще чего ее делают? Ну, ее делают из ячменя в том числе. Но сейчас вот... Это, наверное, в основном восточное блюдо. Абсолютно, абсолютно восточное блюдо. В чем его плюс? Его можно есть как теплым, так и холодным, в десертах. И как вариант, я предлагаю сегодня сделать кускус с овощами, причем с сырыми. И прикол их в том, что их надо очень мелко резать. Потому что... Порежем. Да, блюдо, конечно, должно быть красивое, чтобы поддержать его целебность. Так как крупинки сами маленькие. Слушай, а крупинки, они, я думаю, должны быть просто зерно дробленое. Потому что если оно очищенное, то там, ну, как бы сказать, в оболочке содержатся микроэлементы, могут удаляться. Наверное, лучше всего вот такую крупу брать, которая, как бы сказать, грубо отшлифована. Я вообще удивляюсь, почему этот кускус считается диетическим блюдом. Хотя, по большому счету, сделан, получается, из пшеницы. Люди, которые не могут переносить пшеницу, они могут спокойно есть кускус. Вот мне это превращение непонятно, но оно действенно. И оно очень, конечно, хорошо для тех, кто собирается сбрасывать вес. Оно очень хорошо... Стройнеть. Стройнеть, да, очень хорошо для тех, кто страдает бессонницей, нервными расстройствами. Потому что эта крупа каким-то чудным образом влияет на организм. Человек успокаивается и приносит эта крупа ему радость. Не знаю, может быть, из-за цвета. Конечно, с этим надо разбираться. Но то, что от него стройнеют, вот это факт. Это точно, да? Это точно. Многие даже сидят на этой кускусной диете. Можно делать сладким. Можно делать с овощами. Я предлагаю сделать с овощами. Почему? Потому что даже когда остынет, это можно есть как холодный салат. А вместо хлеба использовать кускус? Большая радость у нас вот какая. Его не надо варить. О, это хорошо, потому что... Его можно просто залить кипятком. Или на пару вот сейчас многие делают. Ну, пожалуйста, вот кипяток у нас есть. Заливаем чуть-чуть. Накроем, да. Буквально 5 минут и все. Хватит? Еще чуть побольше. Чтобы он не каша был, а чуть-чуть расплывчатым. Ну, давайте еще чуть-чуть. Давайте. Чуть-чуть. Так. Интересное, интересное блюдо. Я сейчас такого накрою. Да. А пока? А пока мы будем делать что? Овощи. Овощи нарезать. Главное мелко, Геннадий Петрович. Хорошо. Я беру болгарский перец. Да, давайте. И начну болгарский перец. А я сделаю лучок. Хорошо. Помнишь, я рассказывал о болгарском перце? Насколько он там полезен? Я запомнила, что он повышает аппетит. Поэтому мы много не будем. А знаешь, почему он повышает аппетит? Почему? Ну, потому что, ну, в первую очередь, это сырой продукт. Во вторую очередь, так как сырой продукт, он, значит, обладает всеми ферментами, которые здесь имеются в свежем, в таком активном виде. Вот эти как раз ферменты, попадая внутрь организма, запускают работу желудочно-кишечного тракта. И более того, здесь имеется еще клетчатка, которая раздражает стеночки желудочно-кишечного тракта. Ну, и сам вот этот вот сок, он вроде бы, как бы сказать, действует. Ну, будет... Извините, что перебиваю. Это очень крупно. Очень крупно. Хорошо. Я еще... А вы потом еще измените, да? Да, 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 да. Потому что кускус у нас миленький. Хорошо. А вот все-таки должны быть маленькие, такие вот эти наши штучки. Вот это долго надо резать. Зато, знаете, как вкусно будет? Вкусно. Один раз нарежешь, и целый день можно есть и на утро, и на обед, и на ужин. Кушала? Конечно. А вот смотри, если будет болгарский перец у красного цвета, он тогда будет возбуждать. Если будет зеленого цвета, тогда будет успокаивать. Ага. И вот ты говорила как раз о депрессии, что, значит, кускус, он позволяет бороться с депрессией. Дело в том, что здесь очень важно понимать, что сам, конечно, кускус не будет бороться с депрессией. Почему? Потому что депрессия – это все-таки состояние души, когда человек расширался в жизни, и ему трудно жить, трудно найти и жизненный якоря, за который надо уцепиться и следовать. То есть ему надо найти мотивацию для жизни. Но, тем не менее, если в организме будут отсутствовать нужные микроэлементы, витамины и прочие вещества, которые нужны для здоровья, то депрессия, депрессия, человек вроде и хочет жить, а она возникает изнутри, как бы недостаток сил, вот, знаешь, плохое кроветворение, вот это вот пониженное давление, начинается, знаешь, ничего делать не хочется, какие-то головные боли. А вот в этом кускусе содержатся витамины группы В, и вот эти витамины группы В, они как раз на химическом уровне что-то там такое делают, что повышается настроение. Вот, просто они обеспечивают необходимую энергетику в организме, руководят обменом веществ, и тогда, естественно, все процессы идут нормально, и человеку хочется жить. Но, очень важно понимать, что если мы с вами наш вот этот вот кускус приготовим из очищенного зерна, знаете, все рафинированное, то тем самым этих витаминов особо не будет. Знаешь, я бы вообще туда еще, может быть, немножечко добавил бы проросшего зерна, для того, чтобы количество витаминов группы В многократно увеличилось, и тогда он начинает вносить еще позже. Давайте, я не спорю. Хорошо, значит, еще сделаем. Это у нас что, лучок? Лучок, видите, какой. Как я измельчаю? Продолжайте. Продолжайте, продолжайте. На окраинах еще присутствует. А вы кускус в первый раз будете, да, пробовать? Да, первый раз я. Слышать, слышал, что такое? А блюдо есть? Пробовали? Булгур. Первый раз вообще слышу, булгур. Булгур, он, так сказать, похож на, внешне, он чуть-чуть похож на перловку, но только золотистого цвета. А из какой крупы он делается? А делается он из пшеницы. Из пшеницы. И как раз вот практически необработанный. Из булгура очень хорошо делают плов. Вот и в Ливане, ну, в общем, все средиземноморское побережье от Востока до Италии. А вы знаете, что в Сицилии, например, есть праздник кускуса? Нет, не знаю. Его только не делают. Его делают с любыми сезонными фруктами. А, вон он. С мятой, да, его делают с овощами. О, почти похоже. Ну, я еще измельчаю, 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 измельчаю. Ладно. Кускус нас. Мне радует то, что здесь, смотри, из-за того, что мы все мелко измельчаем, здесь получается огромное количество клетчатки, которое будет, с одной стороны, стимулирует работу кишечника, то есть никаких запоров не будет, все будет работать нормально. И опять-таки, вот эти вот все витаминчики, которые здесь имеются, а здесь имеется витамин С, витамин П, который способствует тому, что наши сосудики становятся эластичными. То есть это блюдо очень хорошее средство в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, различных закупорок, атеросклероза и так далее, и так далее. О, как, да? А почему говорят, что, как же они говорили, тот, кто ест кускус, имеет красивые ногти? От этого блюда, особенно от болгарского перца, улучшается, значит, структура волос, красота ногтей и кожи. Да, и про кускус такой тоже. Вот, и про кускус, оказывается, такое говорят. Ну, если взять непосредственно его, то там, конечно, содержится огромное количество витаминов группы В, которая помогает, ну, будем говорить, вообще здоровью в целом и влияет благотворно на кожу. Но, так как у нас болгарский перец, то здесь, помимо вот тех витаминов, которые указал, это, значит, С, П и ряда других, имеется биологически активный кремний. Кремний нужен нам для того, чтобы как раз волосы, кости, зубы и кожа были в великолепном состоянии. И более того, он же требуется и нашим сосудам, чтобы они были эластичны. И, кстати, если вот кускус у нас будет из, ну, полностью из обдирного зерна, не содержит оболочки, то вот этот эффект пропадет, потому что вот эти вот все вещества, дающие красоту и здоровье нашей кожи, волосам, они содержатся в оболочке. Да. Лишнее осталось. Лишнее осталось. Лишнее можно съесть. Это что ты сейчас делаешь? Это я дорезала огурчик. Огурчик или цукини? Огурчик. Огурчик, отлично огурчик. Да. Огурчик нам дает структурированную воду. И, кстати, если мы слишком тоже это очищаем от оболочки, от кожуры, то также объединяем наш продукт веществами, которые дают здоровье коже, волосам. Хорошо. И ногтям. Встречный пах. Встречный. Смотри. Вот кто знает, где они росли? Кто знает, кто их воспитывал? Ну, это надо быть уверенным. А когда ты не уверен, то как раз вот здесь вот под кожурочкой и собирается все то, что недобросовестные товарищи могут отдавать этим замечательным продуктам. Ну, как я измельчил? Смотри. Вот сейчас классно. Вот сейчас очень классно. Да. И смотри, его, так как он мелко измельчен, надо использовать, ну, будем говорить, сразу же. Почему? Потому что чем меньше мы измельчаем продукт, тем больше контакт у нас вещества с воздухом идет, окисление со светом идет, разрушение биологически активных веществ. Поэтому надо, надо быстренько только раз приготовили и съедать. Хорошо. Никаких повторных разогревов не должно быть. Да, не будет. Давайте еще расскажите мне, пожалуйста, Геннадий Петрович, что нам дает цинк и медь, которые есть в кускусе. Вот, смотри, так как в любой крупе содержится, естественно, и цинк, и там содержится и медь. Но медь, в первую очередь, способствует тому, что она способствует кроветворению, заживлению раночек способствует. Вот, также, смотри, она способствует укреплению организма, лечению многих заболеваний, особенно там нервной системы. Далее, значит, способствует тому, что улучшает сон. Это очень важно. Ну, вообще улучшается сон. Вот. И медь способствует тому, что лучше сращиваются различные переломы и прочее, прочее, прочее. Вот, цинк. Цинк необходимый, знаешь, вот, допустим, будем так говорить, у нас есть ферменты. Ферменты, как правило, это белок, который имеет в своем составе, вот, если, смотри, сравнить, вот это вот. Вот, у нас белок, блюдо, то активная часть, это как раз вот эта красненькая. То есть, у нас активная часть, это, как правило, медь, цинк. Вот, если у нас не хватает сырья для производства ферментов, то, естественно, они у нас вырабатываются не в том объеме, который нужны, и человек начинает слабеть. А многие биологически активные вещества, особенно цинк, да и медь, они входят в состав гормонов. И если не хватает, допустим, цинка, то у мужчин уже замечается, ну, может быть, слабая половая функция. У женщин это тоже может приводить к каким-то таким... Говорят, что они повышают женские половые гормоны. Вот, благодаря тому, что там содержится цинк, там содержится медь, там содержатся другие биологически полезные вещества. То есть, нам очень важно дать нашему организму сырье. И вот этот кускус и зелень, естественно, дают все, что мы ободрали, отварили, законсервировали и поддержали какое-то время, ну, в виде консервы, лишается этих веществ, либо делает их малодоступными. И в результате у нас что? Начинают возникать инфекционные заболевания, понижается жизненный тонус, а сами мы начинаем... Что начинаем? Дрюхлеть. И полнеть. И полнеть? Да. Потому что для того, чтобы, смотрите, мы были с вами стройненькими, вот эти все вещества, которые здесь содержатся, они, видите, будем говорить... Ну, говорят, растворены в воде, имеют своего рода такой тургор, и все это передают нам. Как только это все сварилось, что получается с перчика вареный? Вот, он делается таким. То же самое с помидором и другими овощами и продуктами. Вот. А что вы скажете про тархун? Тархун, тархун, сейчас ты приступаешь к тархуну. О, тархун, тархун, видишь... Бодрящий такой товарищ. Да, бодрящий такой товарищ. И его давно использовали, особенно, ну, не только в питании, а для производства напитков. Существует масса таких различных напитков на основе тархуна. Что он делает? Действительно, там содержатся такие, будем говорить, душистые вещества, которые способствуют с одной стороны... Да-да, вот это вот как раз они. Значит, что они способствуют? Они в первую очередь способствуют тому, что тонизируют наш организм, да? Они открывают различные поры в организме человека, они открывают различные железы внутренней секреции, в том числе в желудочке. И за счет этого улучшается наш аппетит. А как только у нас улучшается аппетит, это способствует тому, что лучше пищеварение, меньше шлаков. Да. И, кстати, интересная вещь, открытие различных закупорок, в том числе у нас и кровеносных, ну, капилляры открываются, способствуют тому, что уменьшается давление. Чем больше капилляра у нас спалось, тем больше крови циркулирует по центру нашего организма, то есть это, как правило, там сонная артерия, там аорта, ну, главное, и повышается давление. Как только у нас открылись капилляры на ручках-ножках, кровь отошла и давление снизилось. Понятен принцип. Понятен принцип. А я, смотрите, что, чтобы показать, вот я собрала только листочки с веточки Тархуна. Для чего? Для того, чтобы в нашем блюде, который явно нежное, уже даже вот видно по нашей приправе, требует мелких частиц и овощей. А все-таки вот эти веточки, они такие жестковатые. Из них хорошо лимонадик делать. А вот... Ну ничего. Да. Их надо измельчить. Да. Их надо измельчить. Но я слышала про Тархун, что, используя его, можно обойтись без соли в блюде. Ну да. А это откуда? Знаешь, я бы не сказал, что вообще без соли нельзя обойтись. Почему? Потому что соль нужна для того, чтобы нормально почки работали, чтобы там осмос был. То есть давление там крови, кровь проходила, допустим, через капилляры там и прочее, прочее. Вот. Но тем не менее, лица, которые склонны к тому, что поправляется, вот им-то хорошо включать различные добавки растительные, которые не содержат натрия, ведущего к накоплению воды внутри организма. А способствуют тому, что возбуждается также аппетит. Соль-то возбуждает аппетит. Она способствует лучше выработке соляной кислоты. А Тархун, он как раз способствует тому, что просто-напросто открываются эти железы, в которых уже есть этот сок, выделяется он. И лучше идет у нас пищеварение. И, естественно, вкусовые его качества способствуют тому, что, ну, в какой-то мере можно все это обходиться там без соли. Главное, привыкнуть. Я вот еще базилик зелененький сюда для аромата. А вот смотри, аромат. Ты сказала вот такое вот слово, аромат. Что у нас делает аромат? Аромат у нас делает первое. Он избавляет организм человека от разного рода микропаразитов. Смотрите, что я сделала. Ну, это, конечно же, издержки моего... Ну, это все у нас пока салат. Пока салат. А мы сюда чеснок будем добавлять? Давайте, давайте. И чесночка. О, чесночок как раз будет стимулировать у нас, ну, будем говорить, жучие свойства. То есть все будет хорошо перевариваться. И вы знаете, во многих культурах, в том числе восточной, используют чеснок, специи еще для того, чтобы вот именно улучшить пищеварение. То есть какие-то продукты плохо там перевариваются. А мы чесночка взяли и, глядишь, все это у нас переварилось за милую душу. Я помидоры почистила ножом, как яблоко. Издержки происхождения, Волгоградский край, помидорная страна. Так, конечно, надо его кипятком обдать и кожицу легко снять. Более того, я убрала все семечки. Да ты что? А зачем тут семечки было? А потому что, когда вы сейчас будете пробовать кускус с этим салатом, вы поймете, что хорошо, что здесь нет никаких веточек, семечек. Я оставила только мясо самого помидора. Мякоть самого помидора. Может быть, еще имеет смысл добавить. Это уже вопрос к куца. А где же сам кускус? Вопрос к кускус, где сам кускус. Да. Кускус, интересно, название кускус. Знаешь, из-за того, что только кускус, а потом опять кускус, и его нету. Вот, смотрите, какой красавчик. Вот он какой. То есть, это у нас получилась какая-то кашка такая, да? Ну, как бы кашка-пловик, я бы сказала. Кашка-пловик, ага. Сейчас. Ну, восточные люди придумают же и название. У нас кашка, у них кускус. Так, дальше что мы делаем? Мы будем это смешивать. Смотрите, какая она рассыпчатая, классная. Обязательно должна быть рассыпчатая, то есть, как бы сказать, полусырая. Мы ее даже не варили, Геннадий Петрович. Не варили. Она набрякла и... Она набрякла и она готова. И сохранила практически все свои полезные свойства. Все сохранила. Не тронута видеть. И медь, и цинк, и рутинный, и В5. Так что настроение хорошее и ум нам обеспечены. Кстати, вот смотри, ты сказала интересную фразу. И медь, и цинк, и В5, и так далее. Да, это все будет сохранено даже и в переваренном продукте. Но, знаете, вот эти вот вещества, которые, так сказать, совмещены, допустим, тот же цинк с белком, при варке, можно сказать, они отскочат, они там свернутся, они сделаются малодоступными. Ох, какой хороший запах для нашего организма. И это блюдо будет для нас бесполезным. Более того, вот эти вещества станут неорганическими в процессе термической обработки. И начнут откладываться где-то в капиллярах, где-то в кровеносном русле, вызывая хороший запах. Закупорку, то есть это будет у вас предрасположенность и к варикозному расширению вен, и к геморрою, и к отложению солей, а потом формированию камней в желчном пузыре, в почках и так далее, и так далее. Это от чего? Это если мы будем все это слишком варить. А когда вот это все полусыруя с таким вот обилием овощей, в частности, еще можно чесночка добавить, которые также... Так, давайте это перемешивать. Давайте перемешивать. Пробовать и радоваться. А чеснок когда будем добавлять? А давайте сейчас и добавим. Вот он. Вот смотрите, кускус у нас тепленький. Давайте. Вот так вот. Раз. Кускус у нас тепленький. Это хорошо. Овощи у нас комнатной температуры. Можно сказать, что это теплый салат. Но, как я говорила в самом начале, прелесть этого блюда заключается в том, что когда он остынет и станет так называемым холодным блюдом, холодной закуской, он тоже невероятно вкусен. Некоторые считают, что холодный кускус даже вкуснее теплого. Ну, кому что. Это я оставила специально для того, чтобы показать. Вот, пожалуйста. Любите апельсин, берите апельсин. Мяточку. Хотите вишню, хотите яблоко, хотите грушу, мелко вот так порезали на свой вкус. То есть смешали с медом, с кускусом и получилось сладкое блюдо. Понимаете? Вот вечером. Но лучше всего все-таки овощное. Почему? Потому что совмещение, будем говорить, вот сладкого с крахмалами, но не совсем удачно для пищеварения. Поэтому, я думаю, вот такое блюдо, которое мы с тобой сделали, будет повышать тонус организма, иммунитет его. И вот в такую погоду, в сырую, холодную, будет способствовать тому, что укреплять организм против простудных заболеваний. Вот. Ты не болеешь простудными заболеваниями? А я кускус начинаю есть. Вот, это хорошо. Ну пробуйте. Пробуем, пробуем, пробуем. Все равно, что дашь. Так, пробуем. Может быть, морскую соль? А смотри, если мы сюда добавим морской соли, тем самым мы будем задерживать воду в организме. И можем оплывать. Тархуна достаточно по соли? Тархуна всего достаточно. Буду приобретать такие остренькие свойства, которые усиливают обменные процессы в организме человека. И, помимо питания, лишнюю воду выгоняем. Ну, когда хорошо, то хорошо. Целебно и вкусно. И на этом наша целебная кулинария. Прощайся с вами. Делайте такое блюдо. И наслаждайтесь им. Одновременно оздоравливая самого себя. Кускус с овощами для здоровья вам. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам. Присылайте свои рецепты. Рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством вам будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова